Натюрморты, пейзажи и целая серия рисунков с изображением животных. Яна Волокитина проводит занятия по изобразительному искусству для ребят с особенностями здоровья. Многие из работ ее учеников теперь представлены на выставке, посвященной Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. И, конечно же, самой главной целью проведения этой выставки – это возможность детям выставиться. Это самое главное. И возможность родителям этих детей увидеть работы детей, которые могут творить такие сказочные вещи, прийти сюда, гордиться ими, восхищаться этими работами. Это самое главное, что родители видят обратную связь, что их дети могут выставляться на равных с другими художниками. В Первой Одинцовской библиотеке такое мероприятие проводят впервые. Обычно у нас выставляются профессиональные художники, фотохудожники. А сегодня я очень рада, что у нас есть такая возможность пригласить ребят со своими работами, потому что это очень важно для них, это очень важно для нас. И я думаю, что для всех, кто придет к нам в гости. Инклюзивные творческие лаборатории работают в рамках пилотного проекта Министерства культуры. В Одинцовском округе это пока единственная такая организация, и расположилась она на базе Центра культурного развития. Здесь занимаются 52 человека, которые распределены по возрастным группам. Инклюзивные творческие лаборатории были созданы для того, чтобы предоставить возможность людям с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь 18+, то есть тем ребятам, которые уже выпустились из школ, и которые, собственно говоря, заперты в четырех стенах своих квартир, предоставить им возможность творческой самореализации и посредством творчества включить их в социально-экономическую жизнь общества. Выставка приурочена к Всероссийской неделе аутизма и проводится в рамках творческого проекта «Форум Добра». Увидеть работы ребят можно будет в течение недели. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».